Многодетным землю, зайцам штрафа, депутатам-прогульщикам выговор. На первом в этом году заседании ЗАГС Собрания нардепы за два часа рассмотрели более 20 вопросов. А после окончания работы спикер Владимир Киселев рассказал журналистам всю правду о якобы планируемом переезде в Москву. Земля многодетным семьям кажется неизбывная тема. Сейчас по областному закону правон участок имеют только те, кому не хватает квадратных метров. В регионе таких 800 с лишним. Можно сказать, за бортом остались 28 семей, которых иначе как героями не назовешь. У них 8 и более детей. И пусть иногда люди живут в тесноте, по норме им хватает жилья. Чиновники готовы сделать для таких семей исключение – не считать квадраты и дать землю. Восемь детей сейчас – это восемь новых семей через 10, 15, 20 лет. И имеющихся в жилых помещениях однозначно, что они не могут жить. Этот закон позволит заволговременно решать жилищные проблемы вот таких вот больших семей. Выделять надо многодетным, чтобы простимулировать рождаемость. Если 8 детей, то там стимулировать рождаемость уже не является задачей. Они уже родили столько, сколько у нас как бы в стране не очень-то популярно рожать 8 детей. Поэтому мы должны сейчас, может быть, и одобрить, потому что этим людям, у которых 8 детей, на самом деле им надо еще получить какое-то жилье, чтобы, может, отселить взрослых детей и где-то там им жить. Депутаты одобрили законопроект в первом чтении. И до 14 февраля будут ждать предложений от муниципалов. В конце концов, именно чиновники на местах выдают многодетном участке. Также народные избранники подняли в три раза штрафы за безбилетный проезд в транспорте. Зайцев будут наказывать на 300 рублей. А вот депутатов-прогольщиков штрафовать не будут. Зато могут вызвать на комиссию по этике. Заксобрание одобрило изменения в регламент. За два пропуска заседания или комитета без уважительной причины депутата ждет товарищеский суд. Уважительными причинами законодатели назвали служебную командировку, смерть близких родственников или болезнь. Даже справку от врача нужно будет предъявлять. Поначалу у нас был такой небольшой, так скажем, провал в явке депутатов на свидании комитетов законодательного собрания. Безусловно, мы руководство законодательного собрания не можем мириться с тем, что депутаты законодательного собрания не посещают свидания комитетов, не посещают свидания рабочих групп, которые сами записываются. То есть мы с ними побеседовали. Ну а недавнюю информацию в СМИ о своем переезде в Москву ради должности в Совете Федерации Владимир Киселев назвал слухами. Я с удивлением прочитал в интернете, что мне какой-то там большой пост, так скажем, в Совете Федерации предлагают. Честно говоря, совершенно никакой основы под собой не имеет. Даже разговоров на эту тему ни с кем не было. Почему-то слухи распространяются с огромной скоростью. Мне уже многие мои товарищи, друзья звонят. И более того, значит, мне позвонили даже целая организация, руководители кто-то, говорит, Владимир Николаевич, мы на вас обижены, вы многое обещали и решили уехать. Я говорю, пока никуда не собираюсь уезжать. Поэтому, так скажем, я не знаю, откуда эти слухи появляются. Кстати, в этом году депутаты ЗАГС Собрания и члены их семей будут обязаны отчитаться не только о своих доходах, но и расходах. Такие сведения ЗС размещает на своем сайте обычно в апреле.